девочки всем привет сегодня вам покажу мою подборку осенних ароматов и я выбрала одни из любимых из любимых ароматов и начну это видео с вот такого вот аромата от britney spears hidden fantasy очень такой веселый бутылек поднимающее настроение но цвет флакона уже говорит о его содержание знаете ароматы и серии фэнтези они все веселенькие но те которые идут как о да парфюм мне кажется они уже идут как самостоятельные ароматы чем как фланкеры вот о да туалетта это отколоски это как варианты классического фэнтези здесь я уже не могу сказать что здесь много от аромата фэнтези он идет для меня как самостоятельный аромат и вы знаете если бы бутылочка у него была более такая серьезно элегантно вы бы никогда не подумали что это какой-то супер игривый аромат кокетливый к этому аромату девочки он невероятно вкусный да он сладкий но не переслащенный а что мне безумно здесь нравится то что здесь есть ваниль она не так чувствуется как если ты вдохнешь скажу в этом аромате много ванили нет здесь ваниль она скрывается или прячется в нотах которые ей окружают и чувствуется древесность и чувствуется а небольшая пряность пряность согревающие но не уходящие специи совсем когда ты берешь аромат и понимаешь что то здесь очень много там вот этих специй этих здесь нет здесь такого нету но аромат сладкий и согревающий и также изюминку придает ей придает ей апельсин есть соответственно апельсиновая нота очень вкусный аромат здесь есть еще гвоздика но гвоздика возможно гвоздика цветок я не помню я пометила себя что есть гвоздика и я удивилась что я не чувствую обычно когда в аромат и добавляют гвоздику она очень яркая но здесь ее видно просто чтобы добавить небольшую глубину и стринку какую-то вот добавили этот элемент в общем аромат невероятный он на согревает однозначно а когда начинаешь носить теплые вещи свитера шарфы вот это время этого аромата можно конечно и в другое время но именно такое действие успокаивающее согревающее состоящий уют вызывает этот аромат в такое проморосклое время то начинают идти дожди слякать вокруг вот он будет согревать он очень женский знаете при всей своей сладости такой аля игривость он он не супер курманский то есть не будешь думать вот сейчас себя от отрезала кусочек апельсинового пирога и его кушаю или там вот у меня я чувствую конфетки нет вот для меня это не такой аромат чувствуется что это парфюмерная композиция вот это номер один второй который я вам хотела показать очень люблю такие ароматы как только холодает хотя мне кажется они всегда прекрасно смотрятся это девочки армав дерби клабхаус колд я когда первый раз вдохнула я просто влюбилась я улетела почему потому что это аромат очень яркой ванили давайте немножечко какими вот так вот видно чтобы ароматы были по центру да здесь очень много ванили аромат потому очень сладкий здесь тоже чувствуется древесность фруктовые ноты он немного здесь есть немного цветов указан гелиотроп вот наверное он там есть а из фруктов здесь черная смородина и апельсин и беркамот но они так не чувствуется я бы сказала что это скорее придает общую сладость какую-то и тоже небольшую и кривость и остринку аромату но так чувствуется именно ваниль очень много ванили здесь есть тонко бобы тонка и кашмиран в носке он просто великолепен его можно уже начинать носить такой теплой осенью и в морозы те кто любят ваниль попробуйте обязательно аромат чудесный и вы знаете он пахнет очень дорого и сначала я думала блин ну ведь точно закос на какой-то классический аромат не классический а именно такой люксовый аромат и когда я посмотрела действительно многие находят сходство с манифеста ле лексир от ивсан ларан я по я помню что я пробовала манифеста он мне показался очень мощным таким но тогда я не очень интересовалась ароматами поэтому вот не помню как у него характер посмотрела в пирамидку у них общий ваниль гелиотроп кашмиран и вот эта цитрусовая нота только в манифест это мандарин здесь же это апельсин вот так что если вам хочется а-ля что-то люксово но бюджетно девочки это чудесный ванильный аромат очень мне нравится один из моих любимых ванильных ароматов моей коллекции так и наверное сейчас мы пойдем немножечко в цветочные ароматы и потом перейдем в более такие спецовые так мне кажется самое время ковида от сара джессики паркер это осень летом в общем то тоже его можно носить но он тогда здесь нота лаванды прям очень яркая и мне кажется что она красивее всего раскрывается и смотрится именно осенью или по холодной весной аромат сладкий но не слишком сладкий то есть не он не такой как вот эти вот здесь есть также цитрусовые нотки есть шоколад но вы знаете хотя по моему добавлен здесь горький шоколад я его не ощущаю ни как горьким никак какой-то супер сладкий но может быть небольшая нотка шоколада для меня есть здесь но совсем небольшая придает просто вот сладости он немножечко древесный цветы однозначно чувствуется и в нем есть также и ощущаются немножечко специй на совсем чуть-чуть мне кажется что это придает вот именно теплоты аромат потому что обычно цветочные ноты они не согревают аромат такой нейтральный аромат очень чувственный он сладкий но в то же время и свежий немножечко он элегантный он создает создает образ ухоженность женщины а это он для меня на такую холодную проморскую погоду тоже создает создает вот эту атмосферу уюта вот могу порекомендовать так следующий аромат это оказывается ягодный аромат для меня это просто фруктовый сладкий аромат потому что из ягод здесь есть вроде как клубника и клубника и малина но я не чувствую вот отдельно как в некоторых других бывает ароматах эти ягоды по отдельности нет просто чувствуется сладость я бы если бы просто вдохнула сказала что это сладкий фруктовый аромат с небольшой ну ты почули однозначно да и какие-то цветы так я посмотрела здесь есть жасмин и вроде как здесь есть мандарин тоже из фруктов аромат сладкий и мне кажется что самый раз его носить именно осенью поэтому поставлю сюда да если не сказала это пани валевска руби простите надо вот стараться не забывать говорить что за аромат и так следующий аромат девочки это маруси хочу купить себе в 100 миллилитрах потому что понимаю что за эту осень и зиму я израсходую 30 . аромат моя любовь вот здесь больше всего именно древесных нот прямо сразу чувствуются древесные ноты и специйность он очень теплый согревающий опять же таки сладкий восточный аромат здесь есть животные нотки и есть также ноты цветочные и цветов здесь я себе не пометила что ну короче и специи я пометила и что действительно немножечко чувствуется на фоне сладости это девочки это забывая слова только говорила 10 раз гвоздика чувствуется немного гвоздики я думаю что именно сандаловое дерево придает вот это небольшую древесность есть здесь цитр и ваниль и смола здесь есть и есть и ланг и ланг а из цветов нет я все-таки пометила тубероз и гелиотроп и ирис но они вот смотрятся букетом они не смотрятся кажется по отдельности вы знаете когда я вдыхает этот аромат я сразу представляю себе холодное осенне утро но к счастью вам никуда не надо может быть вы выгуливали собаку в парке и вокруг желтые листья попадавшие начинается дождь вы пошли домой и закутались в плед и смотрите на улицу а там дождь такая пасмурная промозглая погода и идеально конечно если дома есть камина или печка ее можно затопить но это конечно больше похоже на деревенскую жизнь да и пить вкусный чай кутаться но вот это для меня такой аромат необыкновенно красивый знаете при том что он сделан в 1992 году вообще для меня никакого ретро совершенно никакого ретро просто такой аромат должен нравиться сладость на древесной и немного спецовой базе вот что это такое что никакой никакой ретрости нет так следующий аромат эмбер эликсир от ари флейм девочки вот чем дольше эта серия у меня лежит по моему уже полтора года точно если не больше тем больше она мне нравится она становится более сладкой то есть когда они пришли в них проявлялась характерность во всех трех ароматах у меня есть три аромата там по моему было четыре но четвертого черненького у меня нет флакончика его уже сняли с производства вот этот мне казалось что его дело немножечко 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 пытаясь имитировать старую школу но сейчас вообще ничего не осталось от классики он стал очень сладким однозначно такой амбровый аромат здесь есть миндаль но он не чувствуется так он придает здесь нет вот этой типичной ореховости нету здесь есть сладость фруктовая и вот что-то такое общее чувствуется сладость невероятно очень сладкая сладкий аромат сейчас немного древесный да здесь есть и цветы и есть и фрукты но вот это не могу прямо так я знаю я пометила себе что в пирамиде здесь из фруктов апельсин черная смородина и виноград но для меня это просто корзина корзина фруктов что-то очень сладкое очень будет легко носиться осенью холодную погоду этот аромат очень приятный тоже создает атмосферу опять же таки он создает атмосферу уютности какой-то теплоты при том что в нем если сравнить его с марусией не так много специй я вам потом в другой подборке покажу ароматы в которых специй больше еще один аромат радуюсь что приходит более прохладное время что можно его носить потому что в общем-то летом тоже его можно носить на вечер но слишком сладковато для меня девочки это love generation rock а это же анартез я сразу скажу что он всем кто знает как пахнет он же одимон живанши все говорят что вот это очень хороший дюб на него анартез но вы знаете порой мне ароматы анартез нравится тем что в них нет супер насыщенности которые есть в ароматах в ароматах у оригиналов и поэтому их очень легко носить в будни не нужно выискивать какой-то особый момент то есть если у вас нос не слишком избалован сильными ароматами то вот этот будет уже достаточно насыщенный но не слишком насыщенный чтобы начинала болеть голова конечно наверное для носов которые любят такие мощные сильные ароматы он будет казаться что это не парфюмированная вода а какая-то водичка аромат сладкий аромат древесно-спецовый очень теплый очень согревающий здесь есть также бальзамные ноты очень яркая ваниль здесь есть шафран и бобы танка и ланг и ланг и лилия есть лилию я просто обожаю но она здесь не такая яркая она не не вызывает головной боли также специи здесь есть тимьян аромат сладкий но благородный а такой пикантный и кривый а напористый немножечко да девочки вот это вся моя подборка мои такие прекрасные миленькие ароматы у меня есть еще куча идей которые бы я могла вам показать однозначно эта подборка будет мелькать у меня в ароматах недели осенних и зимних однозначно да ну а так хотелось вам собрать их в одном месте все и показать всем хорошего дня и до следующего видео девочки пока 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 Продолжение следует...